здравствуйте друзья вновь кузнецов дмитрий компания алям вот ролик такой не совсем стандартный немного выбивающийся из рамок вот нашего формата но все-таки по делу обычно наши клиенты ну либо не звонят нам вот в этих случаях либо звонят обсуждают это с персональным менеджером естественно у него разговор не записан вот этот клиент она скажем так она и партнеры наши мастер-классы кто знает о чем в чем дело там проходило то есть она лично меня знает и пользуется неким эксклюзивным правом иногда позванивает мне напрямую я всегда ее консультировал потому что она еще и свою семью к нам завела под юридическую защиту но и сама в первую очередь пошла стала под юридическую защиту ну то есть человек позвонил сообщил о результате я оставлю интригу давайте послушаем а потом я вам прокомментирую достаточно подробно здравствуйте здравствуйте дмитрий это саратов это маринов я вам порядком надоело уже говорите только быстро я сейчас буду заходить до дмитрий вы знаете мне сегодня мне сегодня пристав сама написала чтобы я же начала по сбербанку платить вот этот платеж 2000 рублей от своей пенсии да как как и просили мы вот я заплатила все а сегодня получилось общение от пристава что не платите больше сбербанку они ваш дом продали дело я закрыла подставную компашку засунули они забрали что теперь делать купите бутылочку и купите бутылочку вина распейте нет нет это конечно велик но то есть мне надо какие-то движения нет нет никуда не ходить и ничего не спрашивайте связь марина связь не слышу вас она мне сказал что они якобы ты мне долг я была ее фраза что сделали вы же не первая у меня и далеко не последняя когда рассказываю людям я знаю что должно произойти я списывание напрямую общаться знаю как ну подтвердились мои слова и в вашем случае можете записать видеоотзыв мне прислать благодарность я вам буду очень благодарен если вы как клиент видеоотзыв можете даже если вам не жалко продемонстрировать этот документ мне скинуть копию но вы понимаете вам я ваша фамилия я вот этот документ который вам прислала или она пока еще не прислала она мне пришлет она просто сообщила постановление о закрытии солнечного производства можете сами замазать фамилии можете прислать я вам обещаю что друзья вот один рядовой случай на самом деле отличается у нас всех остальных лишь только тем что человек позвонил мне на трубку у меня стоит программа у меня все разговоры записываются но уж так вот я привык жить ну вот и получилось что и для вас и для вас и для вас и для вас записал смотрите кто не понимает как происходила ситуация человек нам зашел с долгами и если мне память не изменяет там порядка 60 тысяч ежемесячный платеж был у человека вот мы провели определенный комплекс мероприятий где банк был вынужден обратиться в суд мы спровоцировали банк сбер кстати говоря достаточно дисциплинированный банк и обращается в суд снизили максимально насколько смогли при всех тех вот ситуациях нашей стране когда суды очень сильно лоббированы банками и встают всегда на сторону банков но так или иначе мы снизили сумму долга максимально вот сумма долга была зафиксирована договор был расторгнут что в нашем с вами случае очень выгодно раз нет договора то нет собственно говоря прецедента выкручивать дальше человек уроки и нет повода для роста шапки долго до судом зафиксирована сумма все на этом почему я всегда говорю что вдумайтесь суд для нас с вами благо вот после чего было написано заявление в суд о предоставлении рассрочки исполнения решения суда она была одобрена как многие наши собственно говоря такие подобные заявления в нашем с вами случае у человека была пенсия и вот смотрите я сейчас не готов вам точно ответить но по моему у него тысяч 20 была пенсия это официальный доход который естественно судебный пристав может видеть но он его не видит он с этого дохода должен взыскать 50 процентов даже и в этом случае это уже выгоднее чем платить 60 тысяч месяц да если бы даже с пенсии взыскивали половину это было бы действовать но мы получили процент от суда от суда одобрения и вот до двух тысяч судья разрешил взыскивать человека как это делается это уже наше дело для наших клиентов мы такие ситуации делаем сразу скажу не всегда получается но так или иначе мы отжимаем ситуацию до последнего и вот вам демонстрация результата вот и смотрите да сколько это выходит 10 процентов даже да по моему если вот предположить что у человека пенсия там по моему до 20 тысяч пенсия что такое было со всеми льготами и так далее 10 процентов от пенсии у нее взыскивали буквально три месяца а в этом кстати говоря эксклюзивность ситуация обычно полгодика банкиры терпят а вот но суд очень быстро банк ситуацию понял и забрал из исполнительный лист но вы слышали да что человек сказал марина это сказала что банк продал долг я вам объясню приготовьтесь к определенным там комментариям достаточно затяжным но это многим и будет интересно что делает банк когда понимает что через судебного пристава взыскивается копейки во-первых начнем с того что для банка это крайне невыгодная ситуация скажем так дырявая бухгалтерия банку очень важно признать кредит безнадежным списать его у себя с баланса и забыть о нем то есть счет закрыть закрыть все счета клиента не обслуживать их потому что это тоже расходная часть обслуживания счетов клиента но если через судебного пристава поступает хоть какая-то денежка а я подчеркну через судебного пристава подчеркиваю жирной чертой деньги не могут поступать куда-то там налево как если бы клиент платил напрямую в банк и банк по своему усмотрению списывал бы на штраф и пени всякие там и так далее почему я и говорю не вздумайте вестись на уговоры банка платить хоть сколько-нибудь это может продолжаться бесконечно лучше нищим в церковь отнесите вот это будет правильнее а вот через судебного пристава когда вы платите на счет судебных приставов и через реестр вот через федеральное казначейство деньги поступают исключительно на судный счет на погашение тела кредита и никуда больше и никуда ни на какие дополнительные счета у банка нет возможности эти деньги воровать то есть идет погашение тела кредита и в этом случае кредит не такой уж грубо говоря безнадежный а не его не могут чисто технически признать безнадежным потому что хоть какая-то копеечка она поступает и то есть то часть нашей работы создание условий когда банку выгодно отказаться от претензий многие даже близко не понимают как это происходит а вот такая вот интересно парадоксальная ситуация вроде надо платить чтобы создать условия до когда банку выгодно отказаться от претензий и банк отказывается от претензий. Как он это делает? Естественно, для банка последнее дело идти в суд и самолично забирать исполнительный лист, тем самым признавать, что он проиграл. Нет, вы наверняка не получите такого шикарнейшего результата, но у банка есть такие ходы незаметные. Ну, во-первых, он изо всех сил старается продать этот долг, ищет какого-то дурака. Такие дураки, бывает, находятся. Здесь нечего скрывать. Долг в миллион рублей продается за 100 тысяч. Банк там пишет на особых сайтах, так называемых биржах должников, что долг просужен уже у судебных приставов. Должник все проиграл, сейчас судебные приставы взыскивают. И находятся дурачки, которые покупают эти долги. Ну, грубо говоря, вы можете увидеть на сайте вот этом, на бирже должников, примерно такую картину. Долг в миллион рублей продается за 100 тысяч рублей. И очень даже за 50 тысяч продается. И многие, есть вернее, не многие, но есть олухи, которые бегут и покупают. Выкупают этот долг, думая, что вот так вот. Даже если сейчас 100 тысяч взыскать с человека, там если за 50 купить, то очень круто, 100% навариться можно. Вот на эту наживку клюют. И в итоге, конечно, можно, если человек не защищается, но с нашим клиентом этого не пролезет. Если кто-то купит долг нашего клиента, то это тоже победа, потому что взыскать с нашего клиента какой-то посторонней организации, не имеющей лицензии Центробанка, практически нереально. Да и имеющие лицензии Центробанка, нереально. Как мы заглушим вот эти все потуги, это уже наше дело, но поверьте, это 100% вы платить ему не будете. И судья его развернет и несостоятельным его претензиям будет. Да он и в суд не пойдет, думая, что с вас можно просто так будет взыскать максимум, что вам грозит. Звонки этого олуха, который вас будет уговаривать, ну или угрожать вам, как вот эти коллекторы делают. Но наши клиенты не ведутся на вот эту вот ерунду. Ну и второй вариант, очень часто распространенный, это когда у банка есть так называемые помойки, фирмы специально организованные, они просто как номинальные такие организации, которые якобы выкупают ваш долг. То есть оформляются документы внутри банковского учреждения, где вот эта фирма якобы выкупает долг, идет человек с доверенностью к судебному приставу и просто забирает исполнительный лист, потому что он представитель этой фирмы, которая якобы выкупила долг. Естественно, никаких взыскательных мероприятий не происходит. Ваша персона, единственный минус, ваша персона остается на бирже должников. И вы должны быть готовы, что вам будут вот эти вот недомерки, полупарализованные карлики звонить и угрожать. Ну с этим, я всегда честно признавался, с этим ничего сделать нельзя. Собака гавкает, а вы живете своей жизнью, она там за окном гавкает. Хотите, поменяйте симку и все, вопрос закроется. Либо просто, если вы на нашем канале, я думаю для вас это будет большим удовольствием разговаривать с этими идиотами, с коллекторами. А больше вам ничего не грозит. Все. Вот сейчас была продемонстрирована вот такая ситуация. А кто там выкупил этот долг? Реальный какой-то там дурачок. Либо вот банк применил вот эту вот ситуацию, которую я вам во втором случае описал. Ну судя по срокам, что у него там по-моему пару-тройку месяцев прошло. Скорее всего банк нашел какого-то придурка, который выкупил ее долг. Ну это никаким образом вообще ситуация не меняет. Мы разберемся с этим выкупальщиком в три счета, поверьте. Ну а для тех, кто хочет, собственно говоря, повторить успех нашего клиента и ни одного, а практически у нас сотни клиентов. Мы один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Работаем с любыми городами, находящимися в юрисдикции в правовом поле Российской Федерации. Дистанционно работаем. Как мы работаем, как устроена наша работа, вы можете узнать, пройдя по ссылочке в описании ролика на наш сайт. Там выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Пожалуйста, посмотрите обязательно внимательно. Вставьте заявочку, как там рассказывается, и вам в рабочее время перезвонят наши специалисты. Посмотрите на сайте, кстати говоря, в правом верхнем углу есть телефон. Вот его забейте себе в аппарат, чтобы не пропустить звонка от нашего специалиста. Именно с этого номера будут вам поступать звоночки от наших ребят, от наших юристов, которые будут с вами разговаривать на основании того, что вы оставили заявочку. Для вашего удобства, также сейчас в окошке трансляции выйдет подсказка, простите, кликабельная, нажав на которую вы также попадете на наш сайт. Вот, посмотрите, вот она. Ну и естественно ставьте лайк, делитесь в соцсетях, покажите тем, кто не верит. Я понимаю, что кто-то скажет, что это фейк, что мы тут подстроили. Да нет, если бы мы хотели подстроить, мы 10 тысяч назад, вот 10 лет назад, ну не 10 лет, год назад бы это подстроили. Зачем? Наш канал достаточно давно существует. Вот на сегодня, на 23 июня у нас 25 тысяч подписчиков уже с хвостиком. И мы растем, растем, растем. Зачем я буду вот выкладывать что-то там, подставы какие-то? Мне и так достаточно клиентов, поверьте, очень много клиентов, очень много заявок. Просто вот есть конкретный результат и вот так получилось, что человек похвалился ситуацией и записался ролик. Я обещаю, что если Марина вышлет нам документы, она наверняка их вышлет, мы их выложим на сайте, вы сможете на сайте их посмотреть. Итак, проходим на сайт, смотрим видеопрезентацию, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам и понимаем, что нужно сделать вам для того, чтобы стать свободным от долгов. Еще раз, для вашего удобства подсказка в правом верхнем углу, посмотрите видео на нашем сайте. Вот эта подсказка, нажимаете, смотрите. Ну и конечно лайки с вас, подписывайтесь на наш канал, репост в соцсетях, чтобы как можно больше количества людей узнали о нас. Ссылочка на группу ВКонтакте есть в описании ролика. Подписывайтесь на нашу группу, все там ролики дублируются. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия и всего самого лучшего вам и вашим близким. Доброго дня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok